Люди, вообще говоря, стадные животные. Чем отличается поведение? Болка от льва. Ну, соответственно, в основном действие. И собаки. Собаки от кошки. Кошка теоретически умнее, чем собака. Практически вы этого не дождетесь. Она умнее. Она способна на куда более сложную рефлексию. Но она эту рефлексию держит при себе. Ее можно вообще никогда не убить в жизни. А собака, она существо общественное. Она член стаи. По этой причине она все время с вами взаимодействует. Это можно, а это нельзя. Смотри, я вот тут возобралась. Или смотри, что я умею. И так далее. Вот тут вот моя... Собака. Выучила... Ну, она, собственно, не моя жена. Выучила новое слово. Называется черепаха. Говорит? Нет, она не говорит. Но когда, соответственно... Значит, в какой-то момент, когда мы дыхали, значит, от 20 суток. До 20 суток. Уже совсем было ссоро. Собрались. И, значит, ему говорят, Юдзо, а черепаху-то мы с собой возьмем? Юдзо побежал к террариуму и стал, значит, на черепаху так подлаивать. Типа, берем. То есть от нее реакции дадится, да? Как она смотрит. Не, ну, как бы не как она смотрит. Он понимает, что вот эту черепаху... И они идет речь. И похоже, что ее сейчас собираются брать вместе с нами. Да, ну, так надо брать. Вот. Ну, там еще много. Я так прикидывал, сколько он слов знает. Ну, в 30-е знает кто. В общем, осмысленно знает, да? То есть реагирует. Да, да, да. Он понимает, да, что имеется в виду. Ну, и когда ему говорят Юдзик о сосисках, он, значит, начинает беситься и прыгать и бежать к миске, где у него сухой корм. А когда ему говорят Юдзик о кефирчик, он бежит к миске, где у него, значит, жидки. И он понимает, да, что вот колбаса и кефирчик – это еда, но разная еда. Вот. Ну, и много еще чего, да? Я уже не говорю там про людей. Это понятно. Это вообще социальная штука, да? Это он точно знает, да? Папа, мама, Ася, Аня, Ваня, дедушка. Вот это он всех знает, да? Вот. Значит, это абсолютно понятно. Это вот стадное чувство, да? А в этом смысле человек – существо стадное. И он, вот эта вот иерархия инфраструктурная, да? Там альфа-самец, бета-самец, гамма-самец. Разумеется, это очень сильное упрощение. Да, все говорят, вот альфа-самец, альфа-самец. Тщательное изучение, вот, там, обезьянистая и прочее показывает, что чаще общается с барышнями, да, потому что альфа всю свою энергию тратит на сохранение статуса. А этот, значит, он так советы дает. И заодно, значит, играет. Вот. Ну и так далее. То есть это, на самом деле, известная штука, да? Что инфраструктура, она очень играет социальная. Это встроено в биологию человека. То есть он все время пытается встроиться вот в эту вот иерархию. Ну, условно говоря, каждый, ну, это вот известно, да? Вот там, преступных сообществ, еще где-то. Самое главное – это твой статус. Ты должен четко сказать, да, где ты, нахуй, если у тебя статуса нет, то ты никто. Вообще никто. Так и тут, да, вот у нас, да, паспорта нет, да, ты бежпаспортный бродяга, да, который никаких правов не имеет. Вот, собственно, вот книжка-то как раз посвящена тому, как в эту иерархию строиться, как ее обнаружить, как и тут. Потому что властные иерархии – это далеко не все люди. Это довольно малая часть. Вот. И нужно, соответственно, на нее правильным образом строиться. И, ну, там еще один пример, да? Вот он, на самом деле, очень показательный. Значит, у меня очень плохие отношения с Российской официальной экономической банкой. Вот. Это уже интересно. Почему? Она меня как бы не признает. И официальная позиция звучит так. Поскольку такого экономиста нет, то по этой причине разговаривать не о чем. Причем это иногда приводит к очень смешным историям. Например, там студенты в неких вузах задают вопросы своим преподавателям. И в результате там один студент отличный был в четыре раза экзамен задавать. Потому что, ну, без ненавистина. Как ты смеешь, сволочь? Да, я уже Дотсон, я там 10 лет лизал задницу. И ты, соответственно, вместо этого, и, наконец, когда я дожил до того, что мне должны лизать задницу, вот ты в частности, ты вместо этого ссылаешься там на какого-то персонажа, вместо того, чтобы лизать на задницу. Да, это вот совершенно классическая такая вот. Дедовщина, да? Ну, это и есть возмущение человека, который строился в Иране. Я заплатил. Теперь я хочу иметь с этого дивиденд. А ты, сволочь, вместо... Ты же вроде тоже хотел строиться, да? И зачем ты пришел сюда учиться? А ты вместо этого начинаешь мне рассказывать про внесистемного человека. Строишь свое. Вот. И я как-то, значит, общаясь с некими персонажами западными, причем, значит, такими сильно продвинутыми. И я как-то с этим смехом эту историю сказал. Он там мне что-то спросил, я ему что-то сказал. И он говорит, Михаил Ильич, давайте смотреть правду в глаза. Смотреть правду в глаза, да? Иерархия устроена так. Есть люди, которые имеют право трактовать писание и даже его обсуждать. Есть люди, которые имеют право в рамках установленных трактовок, да? Писать прописи, учебники, терпыр. Есть люди, которые должны эти учебники, значит, диктовать потребителям. Ну, условно говоря, есть сотрудники ЦК КПСС. Есть, соответственно, пропагандисты обкомов партии. А есть пропагандисты райкомов партии, да? Вот те люди, которые у вас в стране, в подавляющем большинстве, это пропагандисты райкомов партии традиционных. Вот они прочитали то, что им прислали. Они должны это повторить всем. Потому что мне уже там 60, а эти люди там есть, которым 40. А пока они не вымрут, да, придет следующее поколение, которое рабочие тоже по-другому. Ну, собственно, как это было, например, с Туром Херденом, который там какие-то теории сочинял. Его не пускали реально на порог. Потом, соответственно, те, кто его не пускал на порог, умерли. Выросло поколение, которое выросло на Кунтике, а он не помер там в 55 лет, а дожил до 70. И когда ему стало 70, он стал классиком. Автоматом сразу, да. Ему не дали Ногилевскую премию, потому что, по-моему, за эту науку мы думали. Поэтому лестница в небо, да? Вот. Живи дольше, вынеси дальше. Ну, если угодно, да, живи дольше. Да, интересно. Кстати, я что хочу? Вот. А молодежь уже начинает понимать, я скажу. А молодежь уже начинает понимать, что вот эта модель либеральная, а с ним пришел конец. Спасибо.